Пулиана. Кассета третья, сторона вторая. Любит бабы! Возмущенно выдохнула Нэнси. Да какая ему разница, что любить? Ты впрямь думаешь, что он бедняк, мисс Пулиана? Держи карман шире. Ему досталось в наследство от отца уйма денег. Да будет тебе известно, богаче Джона Пендлтона в нашем городе и нет никого. Если бы он захотел, он мог бы каждый день есть доллары на завтрак, обед и ужин. Пулиана засмеялась. Вот это да, Нэнси! Представляешь, как это, наверное, здорово! Садится мистер Пендлтон за стол и принимает соживать доллары. Пулиана засмеялась еще громче. Да ты не поняла! Досадливо отмахнулась Нэнси. Я просто хочу сказать, он ведь богатый и может позволить себе что только душе угодно. Но он не тратит деньги, а только копит их. А-а-а! С восторгом воскликнула Пулиана. Я знаю, зачем он так делает. Он копит деньги для язычников. Какой он хороший! Ты понимаешь, он отказывает себе во всем, чтобы нести нашу веру дикарям. Нэнси остановилась и остолбенела, посмотрела на девочку. Она уже готова была съязвить относительно жертвенности мистера Пендлтона, но встретилась с доверчивым взглядом Пулианы и сочла за лучшее промолчать. Неопределенно хмыкнув, она поспешила вернуться к прерванной беседе. Все-таки очень странно, что он с тобой стал разговаривать. Он ни с кем не разговаривает. Ни с кем! Вот так я тебе и скажу. Ни с кем почти никогда не разговаривает. Если, конечно, для дела не требуется. Не понимаю. Живет совсем один в таком прекрасном доме, где полно всяких потрясающих вещей. Сама я, конечно, не видела, но люди именно так и говорят. Вот так и говорят. И дом прекрасный, и вещи там просто потрясающие. Иные называют этого Пендлтона психом, другие – злыднем. А иные говорят, что он просто прячет скелет в шкафу. О, Нэнси! Передернулась от ужаса и отвращения Пулиана. Неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи? Я бы на его месте давно бы избавилась от этой пакости. Нэнси засмеялась. Она никак не ожидала, что Пулиана не знает такой известной поговорки. Однако, убедившись, что та поняла слова ее о скелете буквально, разубеждать ее почему-то не стала. «Все говорят, что он ведет очень странный образ жизни», – продолжала она сгущать краски. Он часто надолго уезжает в путешествия, и все по языческим странам. То по Египту, то по Азии, то по Сахаре. «Но я же тебе говорила, значит, он точно миссионер», – твердила свое Пулиана. «Нэнси криво усмехнулась. Я бы так не сказала Пулиана. Когда он возвращается, он начинает писать книги. Говорят, это очень странные книги. В них он рассказывает о всяких штуковинах, которые находит в дальних краях. И чем ему не нравится тратить свои деньги тут? «Даже на себя и ту экономит». «А я понимаю, почему он тут не тратит», – уверенно ответила Пулиана. «Я же говорила тебе, он копик для язычников. Знаешь, он очень забавный и совсем не похож на других людей. Прямо как мисс Сноу. Только он и на нее тоже не похож». «И впрямь не похож», – фырнула Нэнси. «Вот потому я и рада, что он со мной разговаривает», – сказала Пулиана. «И блаженно вздохнула». Глава десятая. Сюрприз для мисс Сноу. Когда Пулиана во второй раз пришла к мисс Сноу, Милли провела ее в ту же комнату. Штора Сноу была опущена, и Пулиане пришлось какое-то время опять привыкать к полутьме. «Это та девочка, мисс Поль от мисс Поли», – объявила Милли и оставила Пулиану наедине с больной. «Ах, это ты!» – послышался из кровати капризный голос. «Я запомнила тебя. Да тебя кто угодно запомнит. Вот только жаль, что ты не пришла вчера. Мне вчера так хотелось тебя увидеть». «Правда? Ну, тогда я рада, что пришла сегодня, а не еще через три дня», – весело объявила Пулиана. Быстро пройдя по комнате, она осторожно поставила корзинку на стул возле кровати. «Ой, как темно!» – воскликнула она. «Я почти вас не вижу!» Она решительно подошла к окну и подняла шторы. «Не очень хотелось посмотреть. Вы научились причесываться, так как я вам в прошлый раз показала?» Возвращаясь с кровати, заговорила она. «Ой, нет, не научились!» – продолжала она, взглянув на мисс Сноу. «Ну, ничего, я даже рада, ведь и теперь вы, наверное, позволите, чтобы я сама вас причесала. Но я вас причешу немножко позже, а сейчас посмотрите, что я вам тут принесла». Женщина беспокойно заворотилась в постели. «Не думаю, что от моего взгляда еда станет вкуснее», – ехидно проговорила она, но на корзину все же взглянула. «Ну, что там у тебя? А что бы вам самой больше всего хотелось?» – спросила Полиана. «Ну, отвечайте же, мисс Сноу!» Мисс Сноу растерялась. Уже много лет подряд все ее желания сводились к мечтам о чем-то другом, нежели то, что ей принесли. И вот теперь, встав перед свободным выбором, она просто не знала, что и сказать. А она не сомневалась, что Полиана не успокоится, пока не добьется ответа. «Ну, – замялась она, – может быть, бараньего Бульео?» «У меня он есть!» – с гордостью перебила ее Полиана. «Ах, нет, это именно то, чего мне как раз сегодня совсем не хочется», – вдруг заявила больная. Теперь, когда было отчего отказываться, она, наконец, обрела прежнюю уверенность в себе и отчетливо поняла, чего бы желал ее несчастный больной желудок. «Мне хочется цыпленка!» – твердо сказала она. «Но у меня есть и цыпленок!» – весело воскликнула Полиана. Мисс Сноу повернула голову и ошеломленно уставилась на нее. «И то, и другое!» – медленно проговорила она. «И третье! Я чайстудень с собой взяла!» – торжественно провозгласила девочка. «Я решила, что вы должны хоть раз получить на обед то, что вам действительно хочется!» «Вот мы и придумали вместе с Нэнси!» «Конечно, каждого блюда получилось по чуть-чуть, но зато все они уместились у меня в корзине!» «Я так рада, что вам захотелось цыпленка!» – сказала она, извлекая три небольших миски с едой. «Понимаете, когда я уже ушла к вам, я вдруг испугалась, что у меня ничего не выйдет!» «Но представляете, как было бы жалко, если бы вам вдруг захотелось рубца или тушеного лука или еще чего-то, чего у меня и с собой нет!» «Ну, слава Богу, все обошлось! И это чудесно, потому что ведь мы с Нэнси очень старались!» «Ответа не последовало! Больная чувствовала себя совершенно растерянной и никак не могла собраться с мыслями!» «Я оставлю вам все!» – продолжала щебетать Пулиана, устраивая на столе все три миски. «Вдруг вам завтра захочется бараньего бульона, а послезавтра студня!» «А, кстати, как вы себя сегодня чувствуете мясно?» – вежливо осведомилась она. «Спасибо, плохо!» – с облегчением пробормотала мисс Сноу, ибо вопрос о здоровье вернул ее в привычное, вялое и одновременно раздраженное состояние духа. «Мне так и не удалось поспать сегодня утро. Эта соседская девчонка, Нелли Хиггинс, принялась заниматься музыкой, и ее упражнения чуть не свели меня с ума. Она пробрынчала на рояле без остановки все утро. Просто не знаю, как мне теперь жить!» Пулиана с сочувствием кивнула головой. «Да, да, это ужасно! С мисс Уайт однажды точно было такое! Мисс Уайт, чтобы вы знали, из той женской помощи, которая мне помогала!» «У нее тогда как раз случился приступ радикулита. Она лежала и даже повернуться не могла. Она потом говорила, что ей было бы гораздо легче, если бы она смогла переворачиваться сбоку на бок. «А вы можете, мисс Сноу?» «Что могу?» «Ну, поворачиваться, двигаться, менять положение в кровати, когда музыка совсем уже надоедает вам!» Мисс Сноу удивленно посмотрела на Пулиану. «Ну, конечно, я могу двигаться по всей постели!» Несколько раздраженно проговорила она. «Ну, значит, вы уже этому можете радоваться, правда же? А вот мисс Уайт совсем не могла двигаться, потому что, когда радикулит, сделать это просто невозможно!» Мисс Уайт говорила, что ей просто до смерти хотелось повернуться. И еще она потом говорила, что, наверное, совсем бы рехнулась, если бы не уши сестры ее мужа. «Уши сестры ее мужа? Думаешь ли ты, что говоришь, дитя мое?» «Да, мисс Сноу, я просто вам не все рассказала! Я только сейчас вспомнила! Вы ведь совсем не знаете Уайтов! Но понимаете, мисс Уайт, сестра мужа миссис Уайт, совершенно глухая!» Она как раз приехала погостить к ним, и тут у мисс Уайт случился этот приступ радикулита. И мисс Уайт осталась, чтобы ухаживать за ней и подменить ее на кухне. Но она была совершенно глухая и не понимала, что ей говорят. Вот с тех пор миссис Уайт, когда слышала, как у соседей играют на рояле, даже радовалась, потому что она, по крайней мере, слышала, и ей было легче, чем мисс Уайт. «Понимаете, миссис Сноу, это она так играла в мою игру!» «В игру!» «Ой!» – захлопала в ладоши Полиана. «Я чуть не забыла, мисс Сноу! Я ведь придумала, чему вы можете радоваться!» «Радоваться! Что ты хочешь этим сказать?» «Но я же вам в прошлый раз обещала, что подумаю! Неужели вы забыли? Вы попросили меня подумать, чему можно радоваться, если лежишь целыми днями в постели!» «Ах, вот ты о чем!» С пренебрежением ответила мисс Сноу. «Ну, это-то я прекрасно помню, только я пошутила. Неужели ты всерьез думала над такой ерундой?» «Конечно, всерьез!» – с победоносным видом заявила Полиана. «И я придумала!» «Это было очень трудно! Но чем труднее, тем интереснее играть!» «Честно сказать, сначала мне вообще ничего в голову не приходило, но потом все-таки пришло!» «Ну и что же пришло тебе в голову?» Саркастически ласковым тоном осведомилась мисс Сноу. Полиана набрала в легкие побольше воздуха и выпалила на едином дыхании. «Я придумала, что вы должны быть рады, что другим людям не так плохо, как вам! Ведь они не больны и не лежат целыми днями в кровати!» В глазах мисс Сноу вспыхнула злоба. «Ну и ну!» – воскликнула она, и в голосе ее не послышалось благодарности. «А теперь я расскажу вам, что это за игра!» Спокойно продолжала Полиана. «Вам будет очень здорово в нее играть, потому что чем труднее приходится, тем в этой игре интереснее! А труднее, чем вам, наверное, еще никому не было!» «А началась эта игра!» И она принялась рассказывать о миссионерских пожертвованиях, костылях и о кукле, которая ей так и не досталась. Едва она успела справиться с этой историей, как в дверях показалась Милли. «Ваша тетя велит вам идти домой, мисс Полиана!» Безо всякого выражения проговорила она. «Она звонила по телефону Харлоусам, из дома напротив. Вам велено передать, чтобы вы поторопились. Ваша тетя говорит, что вам надо до вечера еще успеть позаниматься на рояле!» Полиана с явной неохотой поднялась со стула. «Ладно, потороплюсь!» Мрачно ответила она и вдруг засмеялась. «Видите, мисс Сноу, я, по крайней мере, могу радоваться, что у меня есть ноги, и я могу поторопиться домой!» Мисс Сноу ничего не ответила. А Милли, взглянув на мать, едва не закричала от удивления. По бледным щекам больной струились слезы. Полиана направилась к двери. «До свидания!» Крикнула она, ушей переступая порог. «Жалко, что я не успела вас причесать, мисс Сноу. Мне очень хотелось это сделать. Но ничего, я думаю, в следующий раз удастся». Июльские дни летели один с другим. Для Полианы это были очень счастливые дни, о чем она не уставала сообщать тете Поле. А тетя Поли неизменно отвечала. «Вот и хорошо, Полиана. Мне очень приятно, что ты чувствуешь себя счастливой. Но я хочу надеяться, что время для тебя не проходит впустую. Иначе я буду вынуждена признать, что плохо исполняю свой долг». Услышав это, Полиана обхватывала тетю за шею и запечатлевала пылкий поцелуй на ее щеке. Подобная сцена повторялась почти ежедневно. Но бурные чувства племянницы все еще приводили мисс Поли в совершеннейшее смятение. И вот как-то во время урока шитья Полиана в ответ на очередное замечание тети, что дни не должны проходить впустую, спросила. «Вы хотите сказать, что если я просто счастливо провела день, значит я провела время впустую?» «Совершенно верно, дитя мое». «Вы часто мне говорите, что надо добиваться результатов», – раздельно произнесла она. «Конечно, дитя мое. А что значит «результаты»?» – продолжала допытываться Полиана. «Ну, это значит, что ты из всего должна извлекать какую-то пользу. Все-таки ты очень странный ребенок, Полиана». «А если я просто радуюсь, это не значит, что я извлекаю пользу?» – с тревогой спросила Полиана. «Конечно, нет». «Жалко. Боюсь, тогда моя игра вам совсем не понравится, и вы никогда не сможете в нее играть, тетя Поли». «Игра? Какая игра?» «Ну, которую мы спа...» Полиана зажала ладонью рот. «Да нет, ничего». Тихо пробормотала она. Мисс Поли нахмурилась. «Думаю, мы с тобой сегодня достаточно позанимались, Полиана», – сказала она, и урок житья завершился. Уже под вечер, спускаясь со своего чердака, Полиана неожиданно увидела на лестнице тетю Поли. «Тетя Поли! Тетя Поли! Как это чудесно, что вы решили зайти ко мне! Пойдемте скорее! Я так люблю принимать гостей!» – выпалила она. Круто развернувшись, Полиана снова сбежала вверх по ступенькам и широко распахнула дверь в свою коморку. Тетя Поли совершенно не собиралась в гости к племяннице, она шла на чердак, чтобы поискать в сундуке у восточного слухового окна белую шаль. И вот, к своему великому удивлению, она во мгновение ока вместо сундука оказалась на жестком стуле в комнате Полианы. Сколько раз после приезда племянницы мисс Харрингтон, сама удивляясь, вдруг начинала делать что-то совершенно для себя неожиданное. «Да, я просто обожаю гостей!» – продолжала щепетать Полиана, суетясь вокруг тети с таким видом, словно привела ее не в убогую коморку, а в роскошный дворец. «Особенно мне приятно принимать вас сейчас, ведь теперь у меня появилась эта комната. Конечно, у меня и раньше была своя комната, но квартиру-то мы снимали, а теперь у меня своя собственная комната, и это, конечно, гораздо лучше, ведь это навсегда моя комната, правда?» «Да, да, Полиана, конечно!» – вяло пропормотала тетя, недоумевая, почему так и не решается подняться и пойти на поиски шали. «И знаете, я теперь просто стала обожать эту комнату. Конечно, в ней нет ни ковров, ни занавесок, ни картин, хотя они мне очень нравятся!» Тут Полиана спохватилась и, покраснев, замолчала. «Что ты хотела сказать, Полиана?» «Ничего, тетя Поли, правда, это все ерунда». «Может быть и так», – сухо произнесла мисс Поли, «но раз уж ты начала, будь любезна, договаривай до конца!» «Да это действительно ерунда! Я… Просто я немного надеялась на красивые шторы, картины, ковры, ну, конечно…» «Надеялась!» – жестко переспросила ее тетя Поли. Полиана еще сильнее покраснела. «Конечно, мне не надо было надеяться, тетя Поли!» «Виновата», – проговорила она. «Просто мне давно хотелось, чтобы у меня в комнате были ковры и картины. У нас было всего два маленьких коврика из пожертвований. Один был весь закапан чернилами, а другой в дырах. А две картины… Одно по… Я хочу сказать, что хорошую мы продали, а плохая развалилась. Наверное, если бы не все это, я бы никогда не стала о них мечтать, когда в первый раз попала в ваш холл. А так, я шла через холл и думала, какая красивая у меня будет теперь комната! Но вы не думайте, тетя Поли, я совсем чуть-чуть помечтала об этом. А потом уже радовалась, потому что в моей комнате нет зеркала, и я не вижу своих верстнушек. И вид из моих окон лучше всяких картин, ибо всегда так добры ко мне!» Мисс Поли поднялась на ноги, лицо ее пылало. «Можешь не продолжать, Полиана!» Сухо проговорила она. Еще мгновение, и она уже быстро спускалась по лестнице. Она дошла до самого низа, и только тут спохватилась, что так и не добралась до сундука у восточного слухового окна. Прошло чуть менее суток, когда мисс Поли вызвала Нэнси. «Нэнси!» – приказала она. «Ты должна сегодня же перенести вещи мисс Полианы в ту комнату, которая находится под комнатой на чердаке. Я решила, что моя племянница будет теперь жить там!» «Слушаюсь, мэм!» – громко ответила Нэнси. «Домик мой с блесадником!» – пробормотала она себе под нос. Минуту спустя она уже была в комнате Полианы. «Ты только послушай, что я силы вопила она!» «Теперь ты будешь жить внизу, и комната твоя будет прямо под этой!» «Это правда!» «Вот так я тебе и говорю!» «Будешь жить внизу!» «Будешь!» «Вот так я тебе и говорю!» Полиана побледнела. «Ты хочешь сказать...» «О, Нэнси!» «Это правда!» «Это действительно правда!» «Думаю, ты сама скоро убедишься!» ответила Нэнси, вылезая из шкафа с ворохом платьев Полианы. «Мне велено перенести туда твои вещи, и я сделаю это, прежде чем ей придет в голову передумать!» Добавила она, энергично кивая головой. Прежде чем Нэнси успела закрыть рот, Полиана опрометью кинулась вниз. Рискуя сломать себе шею, она вихрем преодолела две лестницы и, прогрохотав двумя дверьми и одним стулом, который имел несчастье подвернуться ей под ноги, достигла цели. «Тетя Поли! Тетя Поли! Неужели я правда буду жить в комнате, где есть все, и ковер, и занавески, и три картины, и тот же потрясающий вид из окон, как в моей теперешней комнате?» «Ой, тетя Поли, вы у меня такая хорошая!» «Очень-очень приятно, Полиана! Я довольна, что ты ободряешь мое решение!» «Я еще надеюсь, что раз уж ты так хочешь все эти вещи, ты будешь обращаться с ними бережно! Полагаю, можно не продолжать!» «А теперь подними, пожалуйста, стул! Вынуждена обратить твое внимание на то, что за последние полминуты ты дважды хлопнула дверью!» Сурово добавила достойная мисс Хэрингтон. Она и сама не знала, зачем так строго отчитала племянницу. А дело было в том, что мисс Поли вдруг захотелось плакать, и она не нашла лучшего способа скрыть свое состояние. Полиана подняла стул. «Все верно, мэм!» – весело призналась она. «Я и сама слышала, как хлопали эти двери! Но я ведь только что узнала о новой комнате! Я даже думаю, вы хлопнули бы дверью, если бы...» Полиана осеклась и пристально поглядела на тетю. «Скажите, тетя Поли, а вы когда-нибудь хлопали дверьми?» «Конечно нет, Полиана!» – уверенно ответила мисс Поли. И это прозвучало в его устах очень поучительно. «Жалко, тетя Поли!» – с сочувствием воскликнула Полиана. «Жалко!» – переспросила мисс Поли и растерянно развела руками. «Ну да, жалко! Ведь если бы вам захотелось хлопнуть дверью, вы бы хлопнули!» «А вам не хотелось! И вы не хлопали! И значит, вы никогда ничему не радовались! Иначе вы ни почем бы не смогли удержаться! Мне так жалко, что вы никогда ничему не радовались!» «Полиана!» – едва слышно проговорила достойная леди. Но Полиана не отозвалась. Ее уже не было рядом. Лишь резкий хлопок двери, доневшийся с чердака, был ответом на зов мисс Поли. Полиана влетела наверх и принялась вместе с Нэнси переносить вещи. А мисс Поли сидела в гостиной и впервые за много лет чувствовала, как ее охватывает смятение. Ну, конечно же, и в ее жизни бывали радости. «Людям все на свете счастье он принес! Только с Иисусом не страшна беда! Только с Иисусом счастлив я всегда!» Глава одиннадцатая. Знакомство с Джимми. Прошел август. Он принес в Харитонское поместье множество сюрпризов и перемен. Единственным человеком, который все эти новшества воспринял совершенно невозмутимо, была Нэнси. Она говорила, что с тех пор, как у них живет Полиана, самые удивительные вещи стали казаться ей вполне нормальными. Сначала в доме появился котенок. Полиана нашла его на дороге, чуть ниже Харитонского поместья. Котенок жалобно мяукал. Тщательный опрос соседей не выявил владельца несчастного существа. И Полиана притащила его домой. «Я была так рада, когда у него не оказалось хозяев!» Щедро делилась она новостью с тетей Поли. «Мне ведь с самого начала очень захотелось принести его домой. Я обожаю котят! Я ведь знаю, вы тоже будете рады, если он останется у нас жить!» Мисс Поли бросила испуганный взгляд на пушистый комок страданий, сидевший на руках Полианы, и содрогнулась. Дело в том, что почтенная Леди не питала нежных чувств даже к здоровым и чистым кошкам. «Фу, Полиана!» – бресклево скликнула она. «Какой он грязный! Наверное, он Поли, но у него полно блох!» «Я знаю, тетя Поли! Бедный малыш!» Сокрушалась Полиана, пытаясь заглянуть в испуганные глаза котенка. «Смотрите, он весь дрожит! Он такой несчастный и всего боится! Наверное, он и нас с вами боится! Он ведь еще не знает, что мы собираемся оставить его у себя!» «Этого еще никто не знает!» Многозначительно проговорила тетя Поли. «Да нет, тетя Поли! Это уже все знают!» С ликующим видом заявила Полиана, даже не удосужившись вникнуть в смысл тетиного замечания. «Я уже всем сказала, что если не найду хозяев, мы с вами обязательно оставим его у себя! Я ведь знаю, что вы будете рады приютить у себя маленькое бреспризорное существо!» Мисс Поли была открыла рот, но поняла, что не в силах произнести ни слова. Странное ощущение беспомощности, которое так часто стало посещать ее с тех самых пор, как к ней приехала Полиана, вновь сковала ее волю и лишила привычного благоразумия. «Ну, конечно же, тетя Поля!» Награждая мисс Поли благодарными взглядами, продолжала Полиана. «Я знала, вы просто не сможете бросить на произвол судьбы такого несчастного котенка! Меня же вы ведь не бросили!» Именно так я и объяснила мисс Форд, когда она говорила, что вы в жизни не разрешите мне оставить его. Вот я ей сказала, что вы даже меня оставили, хотя у меня все-таки была женская помощь. «Как же вы сможете не оставить котенка, у которого вообще никого нет?» «Я знала, что вы именно это подумаете, когда узнаете, что у бедного котенка совсем нет хозяев!» И Полиана вприпрыжку выбежала из комнаты. Продолжение следует... Продолжение следует...